ОМТВЮА про Головне. ОМТВЮА про Головне. Она направлена была на то, чтобы раздуть русофобию. Она уже приобрела абсолютно угрожающий характер. Главный смысл спровоцировать большой конфликт с Украиной – это вековая мечта глобалистов, а точнее англосаксов. Без договоренности с англосаксами невозможно решить ни проблемы войны, ни проблемы мира. Вот в чем их план. Пахнет действительно серьезной войной. Теперь добрались до православной веры, чтобы русские резали русских на Украине, чего вообще отродять не было. Я считаю, что рассказывать сейчас и оперировать такими фразами, как братский народ, по отношению к украинцам, вредно. Ну какие они братья? Они не братья. Они враги. Они враги. Братьями, братьями, они, может быть, снова станут после того, как мы победим и будем их лечить. Угроза со стороны русофобов на Украине, которые поставили на обострение. Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Об этом заявил замминистра обороны Анатолий Антонов. Мы не хотим никакой конфронтации ни с нашими соседями, ни с государствами, странами НАТО. Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем. Ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Над школой совхоза Запорожья Тагманского района Запорожской области. Слава России! Слава России! В курсе, что Украины нет уже? Украины нет, я в Киеве живу. Ты знаешь об этом? Я в Киеве живу. Малыш, ты не видишь? То, что ты не видишь, не значит, что этого нет. Украины уже нет, я в Киеве. Нет, нету больше у Сраины вашей, нету. Все. Сейчас мы там свои порядки вам будем диктовать. И какие у вас порядки? И вы будете жить по нашим порядкам. А какие порядки-то у вас не было? У нас какие порядки? Что делать, а надо будет? Что делать, а надо будет? Вам надо будет нам пятки лизать. Это духовная скрепа. Это линия самоидентификации нашей нации. Вектор этой войны стал абсолютно ясен. Хотя в бункере еще звенит ядерными расписными яичками диктаторов. Он не сменил еще свою хамскую риторику. Он уединился со своими генералами. И все эти злобные старички рассуждают, как топить мир в крови дальше. Но все уже определилось. Да, будет еще очень много горючих и кровавых событий и поворотов. Но итог истории уже виден. Поражение Кремля, хаос, распад страны. У всего этого будет много этапов. И картина будет очень слоистой. Где-то меж слоями уместится и неизбежное озверение народа с люстрациями, с другим свирепством. Оно втиснется между слоями. Оно будет недолгим, но непременно будет. Очень скоро встанет вопрос, а где найти такую свалку, такую помойку, что согласится принять все достижения, свершения, победы, деяния путинизма за 20 лет. Все это барахло предельно токсично. Все смертоносно. Все обладает способностью разлагать любую материю и любой здравый смысл. Весь путинизм излучает смертельные дозы маразма. Все инфицировано, все заразно. Что он породил? Куда деть все то, что Путин и его орки натворили в России за последние 20 лет? А избавление от этого смертоносного хлама необходимо. Возникает вопрос, как? Ответа нет. Я считаю, что это пойдет только на пользу, потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития. Это что? Это что? Национализм? Это нацизм? Это фашизм? А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства, оставшегося, да? Давно к этому призываем. Могу сказать так. Американская стратегия ведения войны подразумевает уничтожение инфраструктуры. По-моему, пора уже жестить. А ведь все это заразние, ковида и холеры, порой вот одно касание, один вдох обеспечивает человеку заболевание тяжелой формой фашизма. Заболевание усугубляется тем, что подхвативший фашизм не чувствует и не понимает его симптомов, не понимает того, что он уже инфицирован. Мне, кстати, в свое время повезло. Ну, мне очень помогло то, что лет 25 назад этим дерьмом, этим русским фашизмом я переболел в очень легкой форме. Зато я изучил хорошо болезнь и знаю ее симптомы и клинические проявления. НАТО де-факто уже влезло в этот конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания. То есть операция продолжается, и она будет доведена до конца. Мы должны понимать, что мы воюем не с Украиной. Конечно. Совсем не с Украиной. И не только с той точки зрения морально-этической, что мы вот с Украиной, с украинцами не воюем, а совершенно технической, военной точки зрения. Мы воюем с НАТО. Это, по сути дела, сегодня против нас врагом является весь Североатлантический альянс, все военные технологии, вся экономика Запада. Молитесь на то, чтобы Россия вас не уничтожила за пару дней. Молитесь. Вам надо будет нам пятки лизать. Украинские войска совместно с западными военными специалистами, читай, западными кадровыми военными НАТО начали атаковать Белгородскую область с применением американской РСЗО «Хаймерс». Радиус целей, который в СССР теперь могут поражать с помощью «Хаймерсов», выглядит так. Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком. А еще в Алуйке, Волоконовка и Уразово. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но суть и дело это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра «ГЛСДБ», послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 км. А там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине.